В организмах нужно бороться обязательно. Встречайте, Катерина Шпица, у нас сегодня в костях. Шпица, вы нам приняли? Скажите, какая зашла комнатная организма? Красавица, тоненькая. Потому не видно, что, знаете, нас правильно очищали, да? Не надо очищать. Расскажите нам о своем. Для меня главный заповедь это... У нас народ может вновь степенутся. Спорт и... Ну, они же приняли программу. Для меня главный заповедь это программа. Есть баусские рецепты и маминные рецепты. У всех это сейчас кинулись старичкам продлевать жизнь. Главное очищать все... Группы для стариков, и физкультура, и песни, и танцы, и пляски. И все, всем. Давайте, пенсионеры. И патические. Поэтому сборы, которыми я пользуюсь, каждый отвечает за систему каких-либо органов. Поэтому самые популярные в моей семье сборы, это те, которые отвечают лининку... 80 лет быстрее, достирайте, да? Да, да. Суббитрова, как это особый покероскоп. Водорожник, шиповник и мята. Айди. Все это... Суббитрова, который сбор, для тех, кто говорит ко мне в желчном пузырях. Про немоказания, конечно, тоже очень нужно знать. Как же можно знать, чем доводить, прежде чем лечиться? Ну, хорошо, вы пройдете обследование, и сравниваете все правильно. Все это мы смешиваем, желательно не применять металлические присутствовления, то есть миксер, блендер, и лучше рук и парфюровые ступки. То есть, как фиксируется травмами, мы обращаем. Да, и можно также приговаривать, что как мы заряжаем воду хорошей энергетикой, можно также заряжать травмой. Все это мы руками перетираем или парфюровые ступки. Здесь столовые лодки сбора, заливаем двумя стаканами кипятка, даем настояться, и употребляем по стаканчику утром за полчаса до еды, и вечером перед сном. Особенно хороший сбор для желудка, в высотах которого входит шиповник и мята. Шиповник получает иммунитет, а мята успокаивает. Вот прилипаетесь, про который мы говорили, романтический. Он проще по составу, в него входит бессмертник, березовые почки, ромашка и зверобой. В области эти травы обладают мальчегонным действием и хорошо будет шласть. Ваша, у меня по поводу этих сбора. Сборы хорошие, но я бы сказала, что у них тоже превалируют травы, которые имеют мощный желчегонный эффект. Поэтому с осторожности надо использовать людям, у которых есть проблемы. Вот, в вашем сезоне, и я, академист. Все обсуждают не твое личное. Обсуждают народный опыт, так же и два. Учебного латышка, он советует, он советует. Да это и советует он. А советует народный опыт, людям советует. Одно. Пошла, пошла, пошла. Вот она на будешь сыном. Организм подчистить. В студии столистка группы Павдрика Ирина Тонева. Вы нас заинтриговали, честно скажу, сладости, которые помогают организму. Это мечта какая-то. Это мечта, но на самом деле всем известны черносливы, друзья. Орех и мед. Ирина, скажите, пожалуйста, как Вы считаете, чистить твой организм нужно, когда с ним не по ладке? Или имеет смысл как-то уборочку сделать время от времени, чтобы никогда и не заболеть? Конечно, когда нужно поднять медитацию смысл. Очень важно, когда рядом находятся потрясающие врачи, потому что столько много. Ирина Тонева. И хочу сказать, друзья, у меня всегда болит сердце, когда я вижу, как человек просто встал утром, просто встал и еще не потянулся, просто пошел, сел вот так вот. Ой, лужа, кофе и не сигареты с утра, боже, это просто, и причем говоришь, что ты сам себя убиваешь, как-то тебя не то есть. Кофе сигареты. Ты глубишь в свое тело, которое тебе нужно донести минимум до столяга хотя бы. Да, конечно, по вашему маме, за телом. А камера, знаешь, это нефоконфанция определения лица. Мы не то, что мы видим в зеркале. Это на фоне уже. Ну, пусть это звучит научно, но это доброта или любовь. Вот с утра посыпаемся, и сразу надо почувствовать, что мы не любим. Это наши проблемы, у людей, у наших коллег. И в процессе они будут начинать думать мысли, выгонять эти мысли, думать только о хорошем. Это очень хорошо. Мы стали в зеркале. Мы были в зеркале. Мы желали всем благоденствия, мы благодарили сотрудничество и знания. У нас есть возможность почистить организм. Ой, это же скотч такой. Как это есть с осознанием того, что ты съел это вообще ручно? Эти мушки такие легкие, легкие, легкие. Раз, ну, это из йоги, это, наверное, Садима рассказывал. Чтобы жидкость смазывающая пришла в нужное место, вот в коленных суставах. Аккуратненько. Ну, главное, чтобы не было больно, если кто-то в воздухе уже. Ноги вот так вот, резко вот так вот подзеркнулись. А бы выбросили. Да, да, чтобы жидкость смазывающая.